Вчера во сколько ушли? В часа шесть-три. Нет, шесть-три. Ну, примерно, где-то в пятнадцать-четыре. После занятий в школе сразу? Да. Ну, не сразу. Не сразу? Не сразу. Когда поехали в город в трамваи? Не в трамваи, а в маршрутке. Мы часами четыре, семь, мужики, походим. Почему решили в город ехать? Ну, почему именно вот тот дом, где вы ночевали? Нет, не тот дом, мы сейчас даже не знали. Вы просто поехали в город? Да. А где вышли на трамву? Там школа какая-то была. Да, мы шли через шестую школу, читали в детальку, а потом шли в двор, там, где живет мой друг. На другую другу заходили? Да, да. Ну, и он что? Ну, не переживай, говорите по-каку. Да, я не знаю. Ну, как чувство, на каком чувстве пришлось, я решил, уговорил его, что-то давай сегодня, и дам наши телефоны, и его звонили. А вы оба включили телефоны? И сразу начали звонить вам, да, все? Да, комментируют. А только тебе начали звонить. А тебе, Саша, не звонил? Кроме мамы и папы. Мама и папы сразу позвонили, да? Ну, там сообщения походили, ставили. Тебе, потому что сына включить телефон, и все такое. Ну, а вы переживали за папу-то с мамой? Да. Нет, вы понимали, что вам... Мы ревели. Вы ревели, но домой не пошли. Мы ревели, когда уже было темно, и было страшно. Да, уже там учили. То есть домой хотелось, а уже было страшно. Да. Стало обидно, что его наказали незаслуженно. Тебе стало жалко Сашу. Нет, мне не стало жалко Сашу. Ну, ты пошел с ним за компанией, чтобы Саше одному не было тоскливо и страшно. 28 февраля в вечернее время в отдел полиции номер 17 дежурную часть обратились законные представители двух несовершеннолетних, которые самовольно ушли из дома. В вечернее время были организованы разыскные мероприятия, на которые были ориентированы все комплексные силы отдела полиции номер 17, но, к сожалению, 28 числа установить местонахождение несовершеннолетних не представилось возможным. 1 марта 2018 года разыскные мероприятия были продолжены. Уже были привлечены силы не только отдела полиции номер 17, но и межмуниципального управления. В результате в вечернее время, 1 марта, удалось дозвониться до одного из подростков, который пояснил, где они находятся. Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ПДН подростки были доставлены в отдел полиции номер 17 для выяснения обстоятельств самовольного ухода и передачи законным представителям. Со слов подростков, с причиной самовольного ухода стал незначительный конфликт одного из подростков с законным представителем, а второй ушел за компанией. С подростками сейчас будет проведен весь комплекс профилактических мероприятий, будут направлены информации во все субъекты системы профилактики для организации всесторонней профилактической работы. Подростки будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних в отделе полиции номер 17, и профилактическая работа с ними будет организована на протяжении полугода. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...